всем добрый день мы с ушей санкой подготовили для вас наиболее распространенные ошибки которые делает русский человек при изучении санскрита при произношении санскрита есть будет приложен к данному видео список список разделен на три части а часть это общие ошибки b часть b это ошибки в произношении гласных и c это произношение согласных наиболее общие ошибки в произношении это когда мы что-то новое понятно изучаем и у нас появляется скованность языка в силу какого-то страха либо наоборот чрезмерного усердия скованность языка и тогда произношение получается исковерканное следующая вторая ошибка которую мы часто произносим это когда мы делаем те слоги которые должны быть более тяжелыми мы делаем их легкими например в слове нитьем или слова сатьем уша диди can you pronounce this award correctly как вы заметили в правильном произношении для того чтобы утяжелить слог делается как бы легкая пауза и делается акцент не на предыдущую гласную например здесь не мы не делаем нитьем мы не тянем ее мы делаем акцент на согласные для того чтобы утяжелить слог и не потерялась чтобы долгота и краткость гласных следующая ошибка которую мы делаем это мы удлиняем наоборот гласные вот то что я перед этим сказал удлиняем гласные перед тем как идет более тяжелый слог например слове бхадра кали мы хотим произнести вместо того чтобы сделать короткую а мы ее удлиняем потому что нам естественным образом хочется это сделать так как здесь слог тяжелый но делается это не за счет гласной а за счет согласный ушли дикен ю прононса бхадра кали коррект ли бхадра кали бхадра кали и здесь вы видите что здесь делается не за счет предстоящий перед буквой да а то есть мы не тянем бхадра кали а мы делаем бхадра кали как будто бы мы ее удлиняем утяжеляем и делаем небольшую паузу после нее следующая ошибка которую мы делаем это мы ведемся на поводу мелодии то есть идет идет мелодия мы ее слышим и мы пытаемся повторить мелодию без учета длительности гласных кора краткости и длительности их и поэтому теряется правильность произношения поэтому никогда не делайте зависимым произношение от мелодии наоборот мелодия она накладывается на правильное произношение также часто может слышится русский акцент но у некоторых певцов санскритян слышится не только русский акцент поэтому обращайте на это тоже пожалуйста внимание какие-то особенности которые добавляют правильности произношения следующий раздел который в котором мы переходим это ошибки в произношении гласных и наиболее частые ошибки у всех практически у всех кто начинает петь на санскрите это удлинение кратких гласных и укорочение долгих гласных и вот пункт b1 который делается удлиняем мы краткие гласные например сарва мангала здесь все гласные они краткие но я специально их произнесла долгими ушеде диканки у нас как ли сарва мангала сарва мангала то есть видите здесь опять же та ошибка которую мы делаем удлиняем гласные потому что тяжелый слог сарва мангала и мы нам естественным образом хочется протянуть гласную сарва мангала но это совершенно неправильно то есть если над гласной не стоит черта если это не о или э или дифтонг то мы эти гласные произносим короткими кратко не удлиняем следующее это когда мы укорачиваем наоборот долгие гласные как например в слове мангалай мангалье мангалье вы заметили что первое а она будет долгая и последняя которая даже если над ней не стоит черта всегда тоже долгое поэтому правильно будет не мангалье а мангалье следующую ошибку которую мы делаем это когда есть в санскрите есть которая гласная и мы ее произносим как ри или очень долго тянем пытаемся рычать на русский манер поэтому в слове как например в рико даром мы хотим произнести в рико даром но это неправильно следующая ошибка которую мы делаем это мы укорачиваем а также мы пытаемся разделить дифтонг ай на два слога на два звука мы пытаемся произнести как ай но это не нужно делать ай это короткий слог ай и вот сейчас будет два примера сначала долгая я произношу ее сейчас заведомо укороченной для того чтобы сделать ошибку и показать долгая следующее слово которое мы подобрали для вас для примера это для того чтобы показать как мы иногда делаем разделяем дифтонг ай на ай пытаясь сделать это двумя звуками например как слове ваи шва нару ваи шва нару ваи шва нару ваи шва нару вай здесь она будет это будет один звук не разделяете ай следующая ошибка она точно так же похожа на предыдущую когда мы укорачиваем всегда длинную о и пытаемся разделить дифтонг ау сделать сделав его двумя звуками в том же слове ваи шва нару мы часто можем говорить ваи шва нару долгая о и точно так же в слове с дифтонгом ау гау-ри 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 ау это дифтонг это цельный звук следующий дальше мы переходим к разделу ошибок которые мы делаем при произношении согласны первая и частая ошибка мы путаем произношение звука на в санскрите есть различные произношения есть на как русская на когда мы кончик языка упираем в альвеолы за зубами дальше есть на на церебральное когда мы произносит произнося этот звук мы заворачиваем кончик языка к сзади к небу и как бы соскальзываем вперед при произношении и есть м которое заднеязычное когда корень языка прижимается к небу при этом кончик языка лежит свободно сейчас я произнесу слово в котором есть две буквы на и я заведомо произнесу их на русский манер послушайте пожалуйста потом как произносит уши с разными двумя звуками на на рай они на рай они на рай они на рай они ли на на ли то есть вы могли как мы могли заметить что второй звук на он церебральный то есть это не на 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 когда мы кончик языка завернули назад и произнесли на точно так же когда мы хотим произнести звук заднеязычный мы можем сказать ганга а можем сказать уши ганга ганга и здесь мы произносим звук заднеязычный прижимая корень языка к небу и точно так же вы можете обратить внимание на длительности гласных первая а будет короткая тогда как вторая будет длинная ганга та не теряем длительности гласных следующая ошибка которую часто мы делаем в силу того что у нас в русском языке таких звуков нету мы теряем церебральные то есть мы говорим та вместо того чтобы сказать та опять же церебральные произносятся когда мы кончик языка заворачиваем назад к небу и соскальзывая по небу вперед дел произносится производим звук поэтому получается совершенно разные звуки и теперь в словах которые я буду делать заведомо ошибки и уши будет исправлять их боя следующее слово кант Здесь вы тоже заметили, здесь две церебральные будет и н, и х, то есть язычок заворачиваем на обе, на оба звука. И следующее слово гханта. Здесь вы тоже видели, так же, как и тха-та, нужно язычок заворачивать для того, чтобы получился у нас церебральный звук. Следующая ошибка, которую мы делаем при произношении джа, мы пытаемся разделить или сказать джя, или пытаемся сказать джня, часто мы пытаемся вот этот дж-звук, его очень сильно выделить. Ну, например, как в слове джняна, или мы пытаемся джиняна сказать, но это слово произносится. Вы, когда при прослушивании, вы можете подумать, что как будто бы теряется это джи и произносится только няна. Но послушайте, няна или няна, совершенно разные будут звуки. Для того, чтобы попробовать правильно произнести, попробуйте задумать произнести джи, но как будто бы вы его задержали во рту и не выдали наружу. И в таком случае у вас получится няна, как будто бы вы попытались сказать джи, но не сказали. И в итоге у вас получилось как будто бы половинка этого джи и няна получилась уже полностью. Следующая ошибка, которую мы делаем, мы смягчаем звуки ти и ди, потому что они у нас идут перед гласной и, которая смягчается гласной. Но в санскрите немножко по-другому это произносится. Например, слово рамэти. Как вы могли заметить, уша, она специально делает т более твердую. И в таком случае и получается чем-то средним между и и и. Вместо того, чтобы, как мы обычно это говорим, делая ошибку, рамэти, смягчать т после перед и не нужно. Точно так же мы поступаем из д, ди, делая ошибку. Сейчас я произносу заведомо неправильно. Вы можете заметить, что ди здесь тоже более твердое. То есть и получается чем-то средним между и и и. Следующая ошибка, которую мы делаем, мы делаем твердыми, ла и ра, хотя они остаются мягкими. То есть ла, как в слове, например, сарва манга ла. Следующая ошибка, которую мы делаем, это мы путаем произнесение с, ш и щ. Церебральная ш точно так же заворачивается язычок. Она не совсем как наша русская ш, при которой мы делаем шипение. В ней заворачивается язычок точно так же кзади, к нёбу. И получается ш. И щ, она похожа с чем-то средним на нашу щ и с. Как, например, в слове щивее. А теперь правильно скажет уша. Она похожа чем-то на нашу щ, только чуть более мягкая. Попробуйте среднее что-то между щ и с произнести. Дальше попробуем произнести ш, церебральную ш, как, например, в слове. Я делаю ошибку сейчас. Мне чем-то напоминает это, когда немножечко картавят и говорят ш немножко картаву. Поэтому попробуйте произнести это, заворачивая язык и воспроизвести такой звук ш. И в слове сарвардха, здесь обычное с. Также ещё ошибка, которую мы делаем, мы теряем при дыхании, либо добавляем, так называемая махапрана. Но так как у нас в русском языке такого нету понятия, то это естественная ошибка. Как, например, в слове бхадракала. В данном случае бха – это придыхание. Это не две отдельные буквы, это не бха, не бга, это бха. Когда мы делаем, как будто бы выдыхаем, одно движение горла производится на слоге. И ещё одна последняя ошибка, которую мы подготовили для вас на сегодня – это произнесение также с придыханием, но разделение на дха или дха, когда, например, в слове си-дха или си-дха. И сейчас правильно. Дха – это одно движение горла, опять же. Мы надеемся, что наше видео будет вам в помощь. Смотрите в приложенном файле ошибочки, которые пользуетесь этим. И будем очень рады вас видеть на занятиях.